Как, собственно говоря, я попал до того, как прийти в пенсионный фонд, у меня образование было, получалось нестициально-юридическое, после того, как я пришел в пенсионный фонд, получил высшее экономическое, в итоге отдал я своему любимому пенсионному фонду 13 лет жизни, работал абсолютно практически везде, в назначении пенсии, в приеме методов, и персиджетом занимался, и работал с организациями, ну, то есть богатого опыта. Последние пять лет своей трудовой деятельности работал в ведении медициного фонда в Полтайском Украине, в Казахстане, в 94-е, и такое здание красивое, хрустящее стоит. Старше всего, и до помния, получается 13 лет. Сейчас уже, получается, с 31 декабря 2014 года я в свободном полете, предприниматель, работаю на себя, с моим честным понятием твоим. Ну, как-то вот так. Почему ушел? Говорить не буду. Сейчас сами все поймете. У меня несколько вопросов есть к вам. Так, давайте так сделаем, сейчас пропишу. Отлично. Есть у нас, допустим, сегодня в заднице присутствующих мужчины от 18 до 25 лет. Ну, кипер, снимите. Ну, что, примерно 2% получается. У нас же 10 пенсионных фонд России. Так, давайте от 25 до 35 лет сколько человек? Умники России. 90, да, получается? Сколько? 23. 73. Да? 73. 53 процента. Я хочу напишем, давайте где-то самое, вручную самую. Так, давайте от 35 лет и старше. Еще больше. Нормально. Еще больше получается. Ладно, все. Все больше. Из 18 процентов, да? Так, давайте так. Мне теперь интересно, сколько вы зарабатываете, чтобы просто стать штатом решения. Вот от 18 до 25 лет сколько у вас? Ну просто средняя зарплата. Кричите, давайте. 20. 15. 15. Еще. 35. 35. О-о-о. Еще. Что, 20-ка средняя, да, получается, здесь пишем? 80. 80% мужиков. Корот, давайте. У кого стоит? 60. Сколько? 60. 40, 60. Еще. 400, 500. Еще. 45, 80. Сколько еще? Ну сколько еще? 40, да, получается, если я не смогу. Теперь считайте. От 35 лет 20. Сколько у вас? 40, 80. 40, 80. Еще одно. 50. 80. Средний. Умереть. 40. 50. 50. Прикольно, да? Сразу видно, кто работает больше всего, да? Не работает. О чем я сегодня хотел с вами поговорить, да? Сегодня я реально хотел поговорить с вами о пенсиях, да? Да, и есть ли, как говорится у мужика, жизнь после пенсии. На самом деле, когда ты находишься вот здесь вот, и вот здесь вот, тебе пофиг на этой пенсии. Ты считаешь, что у нее еще хера в обучем времени, и в принципе не важно. Вот когда ты уже с 10, и за 35 переваливает, и остается тебе совсем немного, и начинаешь задумывать, сколько ты будешь зарабатывать. Кто знает среднюю продолжительность мужчины на российских фиансах? 64. Нет. Нет. Просто надо говорить, что на 7-8% в 2016 году увеличился вот в среднюю начальность. Нет. 66-5 лет, говорит. Ну, это официальная статистика, можно по баллам поделить. Это. У нас зарплата средняя фишка в России есть. Смотрите, фишка в чем заключается? Вот у многих тебя спрашиваешь, зачем ты работаешь, да? Многие там говорят, ну семью содержать там машину, квартиру, еще что-то себе. А пенсия, на самом деле, многие не задумываются. Начинают задумываться уже вот здесь. Когда понимаешь, что их скоро уходят, да? И единственным архоматом доходом остается пенсия. Есть такое? Да. Есть такие люди, особенно вот в госорганах, которые работают, там, милиция, полиция, военные, там, фестбейшники, нововаряки. Ой, смотри, гуляет пенсию. 26 тысяч пенсия, уважаем. Пенсия 26 тысяч. Нормально. Они все работают ради пенсии, да? И большинство наших, допустим, отец у меня так на пенсию, родители мои, деды, они все работают для того, чтобы пенсию получать. А ты уйди там на обеих деба, да? Предпринимательство ставить зарплатку и что-нибудь уйти. Ты чего в вашу пенсию? Пока без него жить буду. Вот смотрите. Очень интересная штука получается. Знаете, целью размера пенсии поставить только в Российской Федерации? Восемьдесят? 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 Вопрос. Как вы зарабатывали здесь пятьдесят тысяч рублей, собрались жить вот на этого? На восемь тысяч. Ты там жить на полтора года. Светлана. Светлана. Такой пенсии, блядь, блядь, блядь. Вроде полтора года. А там посмотрим, да? Вопрос. Вопрос. Ну вот это, знаете, это придумалось в плане, что если у вас там стаж, сорок лет, да? Куда вы выработали там отчисление пенсионного фонда, это еще блядь. Официально. Это все официально. Это все официально. Половину. Это если организация за вас отчисления, пенсионный фонд официально производила? А если нет? Восемьдесят? Семьсот семьдесят четыре. Немало, поем. Вопрос. Вопрос. Полгода проживем, да? Да вы как на лень. Да, на пять тысяч меньше. Ну вот, смотрите. Я 13 пенсионного фоном проработал. В всяких разным там отделах ходил и летался, наверное, каш валился. Вот пока я работал в 13 лет, я прошел 3 пенсионные рекорды. сейчас такое впечатление что государство делать все для того чтобы как можно меньше так и есть если ты приходишь допустим там за значение пенсии какой-нибудь там ну и сфера пригодная как называется сварщик путей там неважно шахтер если у тебя какая-то заколючка стоит или страхи непонятки тянется нашу гидрую принципиально для того чтобы он непонятно мы не знаем списке не подходит вот такие держу попрощайся докажут восстановить оплате и вот такая вот изделие и сейчас что происходит так вспомните ты лично был реформа началась накопительная часть накопления давайте откладываем инвестировать накопительную часть выплатом у вас там больше выделили в этой части сейчас третий год заморожен у меня 50 тысяч письмо пришло с пенсиями я на самом деле сейчас не знаю как он будет стоять с пенсиями когда я уронялся там как раз колоризация пенсионных фонд была новая реформа я готовился к сегодняшнему семинару туда я зайду посмотрю что там никто ни разу не сходил за пенсионного фонда не смотрел такую штуку пенсионный калькулятор называется кто будет посмотреть по нему же я уже пенсии готовит сразу зайдите посмотрите очень веселая штука получается сейчас перевесну я к чему сейчас эту тему затронула не для того чтобы покошмарить да вас там пугать что помнёмся на пенсии цель моего выступления показать вам то что вы уже сейчас должны создавать для себя активные и в дальнейшем пассивный доход чтобы можно было нормально жить в старости потому что если вы надеетесь на пенсию чтобы быть хорошо уже нифига вот посмотрите пенсионеры все на майбах ездили дальше укушка шилов на канарах за чертой бедности все там 95 процентов в магазине пенсия 3d пенсия 3d да доживай домашнего доедай итак смотрите вот я сел вчера думаю прикинул изначально я восемьдесят первого года рождения пол у меня мужской думаю ну допустим да старше 40 лет у меня будем думать то что на будущее да на самом деле 13 да и что значит сделал зашел специально думаю посмотрю уже что я буду считать что я буду с ним зашел сейчас сейчас выдержать знаете какой 40 тысячи 2 среди разряд зарплаты Российской Федерации. Это средний заработок у Российской Федерации. Это официальные данные Росстата за первое полугодие 2017 года. Итак, ввел это все дело в калькулятор. Причем, знаете, что сделал? Там же есть плодубор, где всегда можно по страховой часть зачислять с клипа, накопительной. Думаю, ладно, накопление там у меня копится, пусть копится, только по страховой. Знаете, какой размер месяц получился? Думаю, он не посчитал коэффициент там почти. Красивый. 151 и 161 получился. Размер пенсии, смотрите. 16197 рублей. Это, смотрите, это при стаже 40 лет, при средней зарплате 40 тысяч. Возвращаемся, да? Думаю, ладно, надо посмотреть, какой же зараза максимальный все-таки калькулятор и пенсии, сколько можно максимум зарабатывать и получать. Думаю, это так хорошо. Значит, давай играть с этими коэффициентами, значит, ты что сделал? Возставь нашу 81-й год. Думаю, ладно, хрен с ним, стаж 60 лет нарисую. Ну что, наверняка, в 10 пошел работать, в 70 на пенсию. 60 лет стаж не стали. То есть, такой, блядь, вообще, мазори везде. Мазей, блядь, вредность. Ну, ладно, посмотрю-ка, думаю, я заработную плату. Арестовал, короче, 90 косарей. Среднюю. Ну, да, среднюю. Ну, да, среднюю. За 60 лет среднюю. Ну, да, за 60 лет среднюю. За 60 лет среднюю. 90 тысяч рублей. Значит, коэффициент он мне выкладывает. Смотрите, 595, 66. Нормально, да, в основном церкви? Фига. Пенсия, знаете, какая? 25. Миним, да? 51 тысяча, 612 рублей, 27 копеек. Нормально, да? Нормально, да? Нормально, да? Только зарпал это 90 лет и старше 60. Это причем расчет посткоковой. Только по одной строковой. Ладно, думаю. Возьму-ка я накопительную сюда включу, что я еще ее буду получать. Вопрос. Коэффициент уже становится здесь вот. 382,27. И пенсия ваша? 34,828,12. А где накопительная, скажем? Ну как, накопительная вы же там в пивы там вкладывали, да, в инвестиционные управляющие компании какие-то. Я когда работал на этих бизнес-насчастях, знаете, приходит на прием, с такими удивленными глазами, говорит, да, ну почему минус-то? Государство же ведь гарантировало, что если я там куда-то вложил, инвестировав пенсию, то то, что я вложил, должен сохраниться. Как так? Я говорю, ну, инвестиции, говорю, ваши. Вы же должны. Вы еще должны расстались, да. То есть, по факту, получается, что накопительная сейчас кенсия она вообще не как-то застрахована у вас. По-моему, никто не верил. Ну, будем надеяться, что вернут. Что-то я помню. Ладно, смотрите. Полпиты. Я думаю, ну, нормально, 90 тысяч, хорошо. Думаю, а что же Аня? Думаю, а ну-ка дай-ка я вот здесь сотку нарисую. Ты обычно не ее вообще считал? Я, я, я просто сейчас вопрос, потому что про наход. Ставлю сроку, нажимаю, посчитать. Он мне показывает. 50. Что? 12, 7. Ну, не понял. 500 поставил. Он мне показывает. 51? 612? Ну, 7. Думаю, что это фигня, нарисовал полтора миллиона. А он 51? То есть, вы понимаете, что в чем заключается? Сколько вы здесь не зарабатывали, даже у вас 120 лет стажа будет, вы будете получать работу? 51. Это максимум получается. Причем там очень интересная поправка на, не знаю, есть описано на этом катабуляторе, что то, что вы считаете, не может отличаться от действительности. Поэтому как-то... Антон говорит, посчитай что-нибудь реальное. Я посчитал все реального. Я думаю, ладно, вот я с первого года рождения взял стаж 13 лет, то есть тот, который у меня есть. Ну и так, прикинулся от захвата власть максимумового фута, ну поставил 25 тысяч. Семь четыреста пенсионного фута. Семь четыреста пенсионного фута. Ну вот так полегче. Не поделился. Поделился бы мне. Да, да. А если еще предприятие стоит за плот? В общем, смотрите. Ребята, очень интересная вещь получается, да? Как бы вы не горячились, как бы вы не работали, сколько бы вы не зарабатывали, если вы надеетесь на то, что государство нам будет что-то платить за выдел проект. Понятно? Лешали в банк положить. Я, кстати, хотел у Льва нажимкой спросить. Лев, вот ты же получаешь пенсию? Я нет еще. Еще нет? У меня жена получает. Сколько вы получаете? Пять тысяч. Пять тысяч. Пять тысяч. А доход у тебя какой на бриллианте? Ну, в месяц. Ну. Двести с чем-то. Двести с чем-то. Двести с чем-то. Сколько? По каким пенсионный фонд заехал? Сколько ты доход бриллиантового директора? Двести с чем-то. А налоги с чем-то. Ну вот и уже с чем-то. Поэтому смотрите, решать вам. Как? Есть ли жизнь после пенсии или ее нет? Почему у нас после того, как на пенсию мужики уходят, набирают, доживают на пенсии? Потому что я не знаю, как она это всю жизнь. Создаем активы. Да. Желательно, чтобы это был пассивный доход. И радуйтесь жизни. Просто реально. Я вас призываю. Просто задумайтесь о том, куда ведет вас ваша работа. Придите сегодня, там завтра. Зайдите в этот толпанный пенсионный калькулятор и прошептайте, что там такое. Вообще ни фига не слышал. Я могу много с каждой истории рассказать, как люди за пенсию приходили в моряри, плачем и так далее. И так далее. Смысл я не вижу в этом. Да. Да. Мало того, что тысячи, они вот кричкинули перерасчет за то, что дети были у вас по 100 рублей. Полицейских, слава богу, не считал. На этой альтеристичной ноте я заканчиваю свое выступление. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Приглашаю сюда эту сцену Иван Радион. Аплодисменты. Аплодисменты. Одно слово. Не выдержал. Не выдержал. Вы знаете, я вот то, что Юра сейчас рассказывал, тема, конечно, вообще, честно не смешная. Но меня удивила одна вещь. Вот я когда это узнал, я немножко раньше это узнал все. Я когда-то узнал, я был очень сильно удивлен. Почему? Потому что с чем у вас ассоциируется пенсионный фонд? Вот какое слово можно ассоциировать? Шикарно. Нет, нет, нет. Надежность, стабильность. Скажите, да? Ну, то есть, вот это вот, вспоминайте, там, пенсионный фонд России, реклама. Ну, все равно хор поет, как будто бы хор военный. То есть, пенсионный фонд ассоциируется с надежностью, со стабильностью. То есть, вот, человек был взрослый, он был сильный, он обеспечивал страну, он ходил, маршировал, там, все это, значит, там, заводы, там, дома строил. То есть, он все для страны сделал. И, соответственно, логично же, да? И потом идет обратно, да? То есть, человек уже становится не такой сильный в старости, да? Ему нужна защита и помощь. То есть, до этого он сам мог защитить себя и помочь, а тут ему нужно. И для этого создан пенсионный фонд. И когда я понял эту вселенскую иронию вообще, что пенсионный фонд – это самый большой лохотрон в стране, лохотрон просто. Мне вообще странно, почему эти люди пытаются подсадить Мавроди. Мавроди, на сравнение с ПФН, это вообще просто хулиган мелкий, просто. Укривьте кнопочки, боржок. Понимаете? То есть, вот, сколько предпринимателей, да, вот здесь вот, хотя бы здесь собравшиеся, кто уже в Арифлейн зарабатывает, относят вот эти 6%? Нет. То есть, вот, мы несколько раз за год уносим там по 180-200 тысяч, а то и побольше бывает в рыбные года. Просто 6%, да? То есть, в этом, да. Ну, ну... Погадите, ты... Погадите, ты... Погадите. Если тебе дать поговорить про цифры, у нас это не выйдет очень. Очень, да. То есть, и меня вот это, конечно, поразило. То есть структура, которая должна быть самой честной и надежной, является самым большим обманщиком в государстве. Собирая огромные деньги, то есть вот если бы была возможность у нас в стране просто сказать, не хочу пенсионный фонд, вот все, оставьте меня на пенсии нищим бомжом, не хочу, не надо мне ничего платить. И вот эти же суммы просто откладывать в банк, я не говорю в интересные инструменты инвестиционные, я говорю про банальные депозиты, то будет гораздо больше. То есть, мне кажется, это мошенничество, это чистая вода. Вот поэтому, да, Юра очень классно, наверное, тему эту запустил в головах у нас, потому что время идет и... Да, как раз твоя тема, Иван, все, я понял, отдаю. Спасибо.